Здравствуйте, уважаемые коллеги! Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему «Электронный документооборот как центр автоматизации систем управления университетом». Меня зовут Солдатенков Роман Михайлович, я представляю организацию ЦДО, являюсь начальником управления разработки информационных систем. Документооборот, в моем понимании, это кровеносная система организации. Стабильность его работы напрямую влияет на стабильность работы всей организации. Если появляются какие-то сложности с документооборотом, значит появляются сложности непосредственно в организации. Если появляются тупики или зацикленные процессы, значит организация теряет время, организм начинает хуже работать. Хотелось бы представить некую хронологию событий от 2006 года до текущего момента. Как в образовательной организации мы документооборот реализовывали. Сначала были попытки не очень успешные. 2006 год, 2007 год, 2008, 2009. Пробовали различные форматы реализации документооборота. В 2010 году перешли просто в хранение на сервере, создали набор папок и хранили документы там, обращаясь к ним периодически. 2011 год. Попытались в первый раз реализовать систему документооборота на программном продукте компании 1С. Тоже 2011 год не увенчался успехом. В 2012 году уже руководство организации было более решительно, более целенаправленно решили посвятить время задачи вопросу внедрения документооборота, электронного документооборота. И с этого момента уже началась такая новая веха в истории работы с документами в нашем университете. Появился МСЭД, межведомственная система электронного документооборота, связка с МСЭДом, появилось мобильное приложение. И 2018 год, 2019 год венчаются фактически мощнейшим развитием и прорывом документооборота в организации. Теперь я подробно расскажу о каждом из этапов. Прежде чем подробно рассказать о каждом из этапов, я хочу выделить некие показатели, по которым мы оценивали качество и эффективность внедрения электронного документооборота. Первый показатель – это контроль исполнения приказов. Важно не просто издавать документы, важно понимать, что документы, приказы исполняются. Исполнители решают задачи, которые обозначены в этих приказах. Следующий этап – это не этап, а показатель. Контроль сроков исполнения. Важно не просто решить задачу, решить ее в срок. А понимать, решена она или нет, после того, как задача уже не решена, бывает очень болезненно для любого руководителя, исполнителя. И в целом это болезненно для самой организации. Следующая проблема, с которой мы столкнулись – это потеря документов. Ну, не просто потеря, а так называемая потеря, когда звучали от исполнителей фразы, что документа не было, документ не дошел. Внедрение электронного документооборота позволяет решить и данную проблему. И, безусловно, это скорость рассмотрения и согласования документов, что тоже является немаловажным. Тоже проблема, которую введение электронного документооборота позволяет решить. И саму презентацию, само выступление хотелось бы продемонстрировать, как реализация этапов внедрения документооборота, не этапов, а, наверное, все-таки событий, о которых мы раньше говорили, и возможностях решения данных проблем, возможности решения данных показателей, и каким образом мы достигали выполнимости данных показателей теми средствами, теми инструментами, которые использовали с 2006 года по текущий момент. И, скажем, естественно, о таких поворотных вещах, которые способствовали все-таки внедрению документооборота. Потому что попыток было много, и они все, как вы узнаете чуть позже, таким успехом особо не увенчались. Соответственно, 2006 год, аксесс-версия, основная задача, которую мы ставили, это контроль исполнения поручения руководства. Рукописная версия, которая была неким таким поначалу удобным средством контроля поручений, контроля исполнения задач. Но когда она превратилась уже в огромную неповоротливую систему, и вот это превращение произошло за относительно короткий срок, от этой версии пришлось отказаться. Она была, возможно, удобна, возможно, очень емкая, короткая, очень эффективная, но, к сожалению, на небольшое число задач. И достигли мы, достигли на самом деле только одного показателя, это контроль исполнения. Сроки не смогли учесть, документы как терялись, так и теряются. Скорость рассмотрения и согласования вообще не была в качестве задач, которые ставились, но могли или не могли решиться. Таким образом, отказались от аксесс-версии, попробовали закупить профессиональный продукт, документооборот ЕФРАТ. Основные сложности, с которыми мы столкнулись при настройке документооборота ЕФРАТ, возможно, если бы с этой сложностью на тот момент мы справились, и было бы принято решение все-таки отправить на повышение квалификации сотрудников, которые работают с документооборотом, отправить, принять решение о привлечении внешней организации, имеющей опыт работы с документооборотом, возможно, тогда она бы смогла функционировать. Но, к сожалению, таких решений принято не было, и система, хоть и могла многие вещи выполнять, она тоже не прижилась в образовательную организацию, в силу тех причин, которые я выше уже описал. Следующая попытка, 2008 год, аутлук-версия – это документооборот, который основной своей целью ставил необходимость у руководства убедиться в том, что те задачи, те документы, которые ВУЗ создает, они доводятся до исполнителей. И, возможно, спустя 10 лет это кажется комичным, но попытка с помощью электронной почты доводить документы, она, наверное, и сейчас существует, но говорить о том, что эта система, функционирующая на весь ВУЗ, наверное, довольно-таки сложно. Ну и, безусловно, сотрудники, наверное, в процессе информатизации сильно не вовлечены. Электронная почта на тот момент еще такого активного использования не получила, и вот либо момент, так сказать, опережал, либо еще какие-то были причины. К этим же причинам можно отнести и внутреннее разногласие подразделений, потому что одни подразделения, которые отвечали за информатизацию ВУЗе, они с удовольствием бы использовали какой-либо профессиональный инструмент. Другие подразделения, которые отвечали за инновации ВУЗе, им хотелось доводить информацию через... ну, да хотелось донести информацию. И, возможно, либо не нашли каких-то точек соприкосновения, либо еще что-то произошло, произошло, но 2008 год и Outlook-версия не состоялась как средство электронного документа оборота. Обычная почта, обычный интерфейс, задачи фактически не решены. Единственное, что они решали, это то, что документы не терялись. Они все накапливаются на электронной почте, на сервере электронной почты. Но вот это вот накапливание и слабое развитие даже электронной почты приводило к существенным потерям документов. 2009 год. Попытка создать систему электронного документа оборота на базе PHP-BB форума. Тогда активно использовалась эта технология. Она использовалась во многих вещах, во многих коммуникационных процессах, где нужно было взаимодействовать с участниками процессов. И попытка такая была. Основная проблема, опять же, основная задача, которую мы решили, мы убедились, что сотрудники знакомятся с документами. Но проблема, трудоемкость настройки, та же самая проблема отсутствия достаточного количества специалистов, разбирающихся именно в технической составляющей. Данная проблема привела тоже к такому краху. И было принято решение отказаться от данной технологии работы с документами. Более того, объем информации, как только начало увеличиваться, число пользователей начало увеличиваться, те мощности, которые были выделены под работу электронного документа оборота на базе так называемого движка форума, да, ну, просто их не хватило, этих мощностей. И опять же, терять мы документы не стали, но та логика, которая вкладывается в понятие электронного документа оборота, исполнение документов, контроль прохождения сроков, скорость рассмотрения и согласования. Эти задачи были не решены. Мы получили хранилище документов. Следующий, относительно успешный подход, который мы реализовали, это хранение на серверах в папках документов. Создали структуру папочную, назвали папочки так, как нам удобно, складывали документы, назначали права на добавление, на редактирование, на удаление. В принципе, задачи решались, задачи решались, но документы не терялись. Но опять же, говорить о некой процессной составляющей, процессной составляющей было сложно. Хотя система была довольно-таки эффективна с точки зрения накопления документов, архивы собирались. Найти можно было все, реализован был и поиск по заголовкам, поиск полнотекста. И весь тот поиск, который был представлен средствами корпорации Микрософт. Следующий, 2011 год, это так называемый переломный момент, когда приходит осознание, что все-таки доморощенные решения использовать в таком важном деле, как документы оборот, опасно. И принимается решение первый раз попытаться внедрить электронный документ оборот на базе системы 1С. Основная задача не просто хранить документы, потому что папочная система решала задачу хранения документов довольно-таки успешно. Силы, затрачиваемые на данный процесс, были незначительными. Теперь важно было добавить процессную составляющую, добавить шаблоны процессов, которые происходят в университете, в организации. То есть вычленить сначала, понять, что это за процессы, понять, кто является хозяином процесса, понять, кто является участником процесса, контролером, понять сначала, в принципе как хотя бы без документа оборота устроен этот процесс. И потом попытаться реализовать его в электронном формате. Сложности? Какие были сложности? Не смогли понять, как разграничиваются права. Почему не смогли понять? Вероятнее всего, не смогли понять, потому, что отсутствовали достаточно квалифицированные специалисты, разбирающиеся именно в данной технологии. И как только это понимание пришло, что необходимо внедрение документа оборота людьми, которые умеют это делать, которые знают, как это делать, которые имеют опыт в данных вопросах, умеют программировать в 1С, после того, как это понимание и осознание пришло, состоялся второй этап внедрения электронного документа оборота. На этом этапе, помимо привлечения уже внешней организации по внедрению документа оборота, было решение руководства о том, что все теперь с данного момента будет решаться с помощью системы электронного документа оборота. К чему привело? Привело к тому, что на два дня в университете все процессы остановились. Как только руководитель организации сказал, что с сегодняшнего дня я не принимаю в бумажном виде документы, все процессы в университете остановились. Совершился через два дня так называемый прорыв. 6 лет назад уже получился, свершился некий прорыв в небольшой организации, когда пожертвовав двумя днями, ВУЗ получает электронный документ оборот. Он фактически встал на эти рельсы. Технологическая платформа была готова, эффективные специалисты, профессионалы привлечены, оставалось политическое решение. Как только оно появилось, как только руководитель пошел на данный риск, документ оборот начал функционировать. После этого началась работа уже с документа оборотом на данной версии. И она продолжается и развивается по сей день. Решены были все задачи, которые ставили с 2006 года. 6 лет понадобилось, чтобы вот это осознание пришло, что любым делом должны заниматься специалисты. И на любое дело должно быть решение совместное всех участников и в первую очередь руководителя. 2014 год достраиваем нашу систему электронного документа оборота, построенную на базе 1С, достраиваем с внешней системой, разработанной уже в регионе. В регионе появляется межведомственная система электронного документа оборота. У нас уже на протяжении двух лет существует система электронного оборота, документа оборота в организации становится основной задачей совместить эти две вещи. Отказываться от того, что хорошо уже функционирует, очень не хочется, неприятно, налажено, выкристаллизованы процессы, все хорошо функционирует. Мы не можем так взять и отказаться. Принято решение соединять. Соединяли с помощью сначала человека, ставили между системой межведомственного электронного документа оборота человека, который отправлял это все на почтовый сервер, а документа оборот уже брал с почтового сервера и раздавал как поручение людям, работающим в системе электронного документа оборота, через некоторое время и от человека отказались, автоматически стали документы приходить в 1С документы оборот. Решены все задачи, решены все задачи и они до конца уже моего доклада и по сей день уже эти задачи решены. Цель наша следующая это повысить эффективность работы с документ оборотом, добавить мобильности, добавить возможности принимать руководителем, исполнителем, принимать решения, получать информацию о том, что необходимо сделать, уже не находясь за рабочим местом, а находясь в дороге, находясь в пути, в перемещении от одного корпуса к другому, от одного здания к другому, появляется задача создания мобильной версии, разработки мобильного приложения, позволяющие работать с документ оборотом. Можно было пойти по простому, возможно, пути, существующее мобильное приложение, сделать, взять, установить, попытаться настроить. Но, если мы понимаем, что мы хотим от мобильного приложения, и мы можем сказать, что мы хотим, как правило, это проще сделать, когда есть, опять же, штат профессиональных разработчиков, которые в состоянии с данной задачей справятся. Создано мобильное приложение. Мобильное приложение функционирует по себе. Оно позволяет рассматривать, согласовывать, получать информацию, и оно полностью синхронизировано с системой электронного документа оборота, которая реализована в ВУЗе региональном. И решены, опять же, все задачи, ни в чем потери не составимы. 2018 год ставится задача уже совершенствования системы, увеличения возможностей, возможностей, оптимизации функционала. Мир не стоит на месте, и мы развиваем документы оборот. Меняются процессы, меняется содержание, не всегда уже те процессы, которые были, меняется законодательство, не всегда те процессы, которые у нас были, не всегда они с легкостью переносятся на новые условия. Необходимо что-то править, необходимо что-то вносить. Поэтому оптимизация функционала является такой, неотъемлемой частью любого программного продукта. Здесь главное не впасть в некую эйфорию и не думать, что не повторятся те шаги, о которых мы говорили. Можно убрать профессиональных разработчиков-программистов, попробовать сделать все самим. Можно. Можно убрать политическую волю руководства и подумать, что все пойдет само. Тоже можно. Но можно отказавшись от двух вещей вернуться на несколько лет назад. На 5, на 7. Можно просто вернуться в начало 2000 года, когда об этом даже речи не шло. Когда на бумаге гораздо проще можно. Но реалии говорят о том, что не стоит этого делать. оптимизировали процессы, не потеряли функционали, появляется новый 2019 год. Задачи увеличиваются, уже ставится задача просто ухода от так называемой декстопной версии документа оборота. Уже необходимо наращивать еще больший функционал. Развивать продукты, развивать процессы, развивать организацию, уже находиться на непосредственно рабочем месте, времени оказывается на это тратится меньше, чем находиться в нескольких местах. Границы расширяются. Какое мы предлагаем решение? Мы предлагаем переход на новую, на современную платформу с оповещением, с оповещением по электронной почте, с оповещением по телефону, с оповещением по мессенджерам, если надо, с разработанным, существующим, но требующим существенной настройки приложений мобильным. Предлагаем переход уже на новую версию битрикс24. И уже демонстрируем не просто работу в организации образовательной, мы уже демонстрируем работу на уровне региона. Данная система внедрена в регионе, в целом, огромном, большом регионе. И, безусловно, не просто мы не теряем функционали, мы эти показатели проводили через весь доклад и говорили о том, что они важны. Рассматривая организацию, мы получаем на момент перехода 2018-2019 года огромнейшую интегрированную систему, центром которой является сервер электронного документа оборота. Более тысячи пользователей, сотрудники, преподавателя, внешняя организация, отчасти студенты, как пользователи мобильных приложений, если мы говорим не только о документообороте в мобильном приложении, но и в принципе о тех функциях, которые доступны студентам. Необходимая составляющая отправляется на веб-сайт организации. Вот такая огромная система выстроена, казалось бы, за с 2006 года, саксэс-версия, она, конечно же, мне кажется, она впечатляет. И важно, важно отметить первое, это наличие политической воли руководства, и второе, профессиональные разработчики системы. При отсутствии одного из этих параметров, невозможно внедрение никакого документа оборота. Компенсировать можно, если есть штат своих программистов, но когда штата нету, лучше обратиться к профессионалу. Большое спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы, если они появятся после прослушивания данного доклада. Спасибо.